Слышу сзади крики, что кричит женщина, помогите. Я обернулся, увидел, как мужчина набросился на женщину с ножом. Там был аварий, я побежал к рядом стоящим ДПС. Я им все рассказал, объяснил, где это. Они к нему подъехали. Он просто шел в магазин, а когда увидел преступление, не растерялся и сделал все правильно. Грабителя задержали. Конечно, как мать я испытываю это чувство гордости. С мужем мы стараемся воспитывать в детях чувство помощи слабым, младшим, чтобы они в трудную ситуацию не убежали, не отвернулись, но пошли навстречу и оказали какое-то содействие. Даниил учится в девятом классе и, вероятно, еще не определился окончательно с выбором профессии. Но то, что он вырастет настоящим человеком, никто не сомневается. Даня, который способен совершить, я бы сказала, подвиг. Он не боится пойти на помощь незнакомым людям. Я считаю, что он очень смелый. Когда мы узнали о том, что наш ученик Даня Колжиков совершил такой поступок, это вызвало разные эмоции положительные, кроме удивления. Это вот ребенок – дело. Сконцентрироваться, не растеряться и вообще подумать, что сделать в такой ситуации. Он на это способен. Не растерялись, сконцентрировались и пришли на помощь. 14 мальчишек и девчонок из самых разных уголков нашей страны. 1 июня, в День защиты детей, их лично поблагодарил глава МВД Владимир Колокольцев. Одни ребята, увидев, что совершается противоправное действие, не прошли мимо и не сделали вид, что их это не касается. Другие подростки помогли найти пропавших людей. Третьи вышли на след тех, кто распространяет запрещенные материалы в интернете и сообщили об этом в полицию. Министр поблагодарил юных героев за добрые поступки, отметив, что всех их объединяет благородство и ответственность, и пожелал ребятам отличных оценок, здоровья, новых свершений и открытий. Ольга Макушникова при содействии пресс-службы ОМВД России по Брянской области.